Я бы не фигуру сразу брал бы, а брал бы того, кто способен решить ряд вопросов, стоящих сегодня перед банковской денежно-финансовой валютной системой Украины. Есть ряд проблем. И тот, кто даст правильный ответ на вопросы, как он будет решать эти проблемы, того надо и назначать главой Нацбанка. С точки зрения политических раскладов, есть такая фигура, которую вы видите. Часто звучит именно Лавренчук. Насколько политически сейчас Лавренчук может устраивать того же президента и разные группы влияния, которые влияют на этот процесс? Лавренчук, с точки зрения его портфолио, я его лично знаю, как я его знал, я не знаю за ним ничего плохого. Я на сегодняшний день не знаю. Может, оно есть, но я не знаю. С точки зрения его портфолио, его позиционирования, его квалификации, да, это квалифицированный человек, однозначно. Он достаточно человек такой, как бы умеющий сглаживать разные процессы. То есть квалифицированный, спокойный, уравновешенный, ну это то, что я знаю, равно приблизительно удаленный, незамеченный в каких-либо каких-то, скажем, таких грязных операциях. Может, они есть, но я не знаю их. Вот такой человек сейчас может устроить, например, Банкову и других людей, которые решают сейчас? Порошенко он не устроит. Наверное, бы устроил Верховный Совет. То есть если руководствоваться, как говорит во врачебной практике, не навреди, то я думаю, что он бы мог это сделать. Но надо его прослушивать по каждому. Его должны очень жесткие эксперты, вот просто в открытом режиме, но компетентные слушать. Не всякое там, это самое, с квадратными головами в Верховном Совете, которые пить, курить и говорить начали одновременно.